Уважаемые представители средств массовой информации, тема сегодняшней пресс-конференции заглавлена как Министерство внутренних дел, является штабом организованной преступности в Молдове. Хотя, полагаю, что командование Верховное, его место расположения все-таки находится повыше Министерства внутренних дел, но это уже решит будущее объективное расследование того, кто в этой преступной структуре был организатором, а кто исполнителем. А теперь я предоставлю лишь некоторые факты относительно того, что стало субъектом сегодняшней пресс-конференции. В феврале парламентская фракция правящей либерально-демократической партией Молдовы направила коллективный запрос в правительство. В этом запросе указывалось требование провести ревизию финансово-экономической деятельности Министерства внутренних дел и его подразделений Департамента пограничной полиции, а также Генерального инспектората полиции МВД. Финансовая инспекция при Минфине провела эту инспекцию, провела эту ревизию за период 2012-го, 1-го квартала 2014-го года. Этот отчет, к сожалению, остался засекреченным не только для общества, но и для самих депутатов ЛДПН. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, и этот документ оказался в нашем распоряжении. И мы считаем своим долгом придать гласности вопиющие факты, которые были в скрытой ревизии. И общество, думаю, должно знать, что такое Министерство внутренних дел в системе власти, которая претендует на европейский выбор. Итак, в результате проверки только 85 дел из 318 выявлено, что МВД в своей хозяйственной деятельности с размахом практикует весь спектр известных преступных схем. Как то? Нецелевое использование материальных средств, завышение стоимости контрактных обязательств, отмывание денег и, обращаю ваше внимание, легализация контрабандных товаров. В отчете черным по белому написано, что общая сумма ущерба, нанесенного в результате незаконных финансо-экономических операций, осуществляемых МВД, составляет 14 миллионов 670 тысяч 800 леев. И это еще цветочки. Потому что Департамент пограничной полиции МВД, согласно той же ревизии, сегодня не может предъявить обоснования использования 765 миллионов 700 тысяч леев. Эти сотни миллионов были похищены из средств международной помощи, которая была предоставлена Молдове на общую сумму почти на 1 миллиард леев в рамках 9 проектов с Департаментом пограничной полиции МВД. В отчете отмечено, что Фининспекция выявила подобные нарушения и при предыдущей проверке, которая была проведена в 2013 году. Но однако тогда руководство МВД оставило без внимания все замечания ревизоров. Также в документе подробно изложено, как именно МВД осуществляло всю эту криминальную деятельность. Основная часть ресурсов разворовывалась при проведении госзакупок, в простонародье тендеров. В момент приобретения средств, необходимых для нормального функционирования подразделений ведомства, это спецавтомобили, связь, обмундирование, топливо и тому подобное. Важно обратить внимание, что во многих случаях деньги разворовывались из средств проектов, спонсируемых структурами Евросоюза и посольства США в Молдове. Вот примеры. При закупке 90 автомобилей Шкода, как мы помним, помпезно презентованных в марте 2013 года на центральной площади Кишинева, только объем неподтвержденных затрат составил 816 500 лев, или по 567 евро на каждой машине. Кроме того, МВД не смогло представить ревизии 8 актов приема-передачи приобретенных автомобилей. А теперь оцените уровень крохоборства и воровства, процветающего в МВД. Вот ярчайший пример. В том же проекте, в тот же день, в марте 2013 года, когда были представлены эти 90 автомобилей Шкода, посольство США дарит МВД Молдову 15 установок дорогостоящей свето-звуковой системы спецоповещения для полицейских автомобилей, так называемая люстра. Но МВД устанавливает эту аппаратуру только на 13 автомобилей. Два комплекта крадет, ну, видимо, в хозяйстве пригодится. Сказать, что это позор, это не сказать ничего. На этом фоне все прочие, перечисляемые в отчете, криминальные подвиги руководства МВД уже не особо впечатляют. Ревизией также отмечено, что руководство МВД, несмотря на отсутствие средств на ежедневное содержание подразделений полиции, которые сталкиваются с определенными трудностями, проводило дорогостоящий ремонт в своих кабинетах. Естественно, такой ремонт, он не был предусмотрен бюджетом. И проводился, пока что неизвестно за какие средства, но ляжет на бюджет МВД. Так, в ноябре-декабре 2013 года в кабинете заместителя министра внутренних дел Чебана были произведены замена мебели и ремонт кабинетов, которые он занимает. Кабинет номер 90-92. Затраты на это составили 219 400 леев. Нужно ли говорить, что этих средств хватило бы на содержание какой-либо оптимизированной школы или на снабжение горючим одного из подразделений полиции на целый квартал? В отчете финансовой инспекции также приводятся следующие любопытные факты. Оказывается, МВД и его структурные подразделения проводили госзакупки и тендеры с участием посредников. Посредники, понятное дело, оказались щедро вознаграждены за свою такую трудную деятельность. На их посредничество ушло 3 миллиона 842 тысячи 600 леев. Зачастую эти посредники не имели никакого отношения к товарам и услугам, приобретенным Министерством внутренних дел. Не имели никакого отношения к производству тех или иных товаров и услуг. Как можно было бы иначе в государственных целях распорядиться суммой в 4 миллиона лей, которые затратили на посредников? Думаю, что представляет себе любой из присутствующих в этой аудитории сейчас. Но, к сожалению, руководство МВД чуждо подобным целям. И оборотни в полицейских погонах, в том числе и из генерального инспектората полиции МВД, умудрялись сознательно завышать затраты, откаты на всех возможных и невозможных видах деятельности. На строительстве, на пошиве и обмундировании, на закупке информационных систем, на топливе, на закупке цветов, которые они щедро дарили и одаривали некоторых депутатов, и это указано в отчете, некоторых министров, и это указано в отчете. Оцените сами, только при осуществлении ремонта в зданиях инспектората по улице Тираспольской, 11, путно-10, были либо допущены необоснованные расходы, либо не произведены, но оплачены работы на общую сумму около 700 тысяч леев. Это же ведомство, генерального инспекторат полиции, необоснованно завысив закупочные цены, выделило бюджетные средства в размере 1 126 700 леев на пошиве и изготовлении обмундирования. При закупке кондиционеров, серверов, узлов связи, электрораспределительных счетов, это же ведомство не отразило в бухгалтерских документах средства более чем на 1 200 000 леев. Обратите внимание, как мелькают все эти миллионы. Легко, дерзко представители правоохранительных органов разворовывают государственный бюджет. Государственный бюджет, который был увеличен в ущерб другим социально уязвимым слоям населения. В ущерб Министерства образования, в ущерб Министерства молодежи и спорта, в ущерб Министерства социальной защиты. Но, как я уже говорил, с не меньшей охотой и аппетитом, этими структурами разворовывались средства международной помощи. Еще раз привяжу вопиющий факт, который также был отражен в отчете. В период 2012, 1 квартала 2014 года, Департамент пограничной полиции МВД получил международную помощь в рамках 9 проектов международной помощи на общую сумму 49,3 млн евро и 23 млн долларов. По обменному курсу лея это составляло около 1 млрд леев. Ревизия отмечена, что в бухгалтерской отчетности ведомства фигурируют материальные ценности всего лишь на сумму в 234 млн 300 тыс. леев. Куда девались остальные почти 800 млн леев? На строительство каких домов? На покупку чьих автомобилей? Это в отчете, к сожалению, не указано. Зато там приводится целый ряд выводов, среди которых не только случай кражи бюджетных средств, даже в службе гражданской защиты. Ну и ясные формулировки о том, что, оказывается, МВД заключало сделки с подставными фирмами-фантомами, предоставляющими услуги по легализации контрабандных товаров, а причиненный государству ущерб от подобных сделок составляет миллион леев. Кроме того, в результате ревизии было установлено наличие сговора между руководством МВД и представителями ряда фирм. В некоторых случаях это являлись прямые родственники, представители руководства МВД. Эти же фирмы выиграли многомиллионные тендеры на поставки услуг, оборудования и обмундирования через подставные компании. А теперь выводы и вопросы. Для партии коммунистов, конечно же, весь этот ворох криминальных схем, используемых в МВД, новостью не является. Но возникают вопросы. Почему результаты проверки финансовой деятельности МВД, осуществленной по депутатскому запросу ЛДПМ, оказались скрыты от представителей этой фракции? Премьер Юрий Лянко, знаком с этим документом. Однако мы не видим никаких действий премьера, которые бы указывали на его готовность остановить преступную криминальную активность МВД, наносящую многомиллионный ущерб государственному бюджету. Лянко засекретил этот документ. Очевидно, что таким образом он оказался сообщником криминальных авторитетов в полицейских мундирах. Быть может, его реакция такова, в том числе, потому что он является не просто случайным свидетелем или сообщником бюджетного грабежа, а организатором этого процесса. Наша партия будет следить за реакцией представителей США и Евросоюза, которые пока являются потерпевшей стороной в этой истории. Нам трудно предположить, что они останутся безучастными в ситуации, когда средства, которые они направили на помощь Молдове из бюджетов своих государств, были среди бела дня нагло разворованы высшими полицейскими чинами этой страны. Но если и после этой истории представители Евросоюза и Соединенных Штатов Америки продолжат делать комплименты в адрес действующего правительства и расхваливать реформу МВД, то у нас появятся новые серьезные вопросы. Партия коммунистов в этой связи требует как минимум двух вещей. Первое. Немедленно опубликовать документ, подготовленный Министерством финансов о преступной деятельности МВД. Второе. Премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянко должен немедленно отправить в отставку все руководство преступного сообщества, действующего под вывеской Министерства внутренних дел. Отсутствие реакции. На эти требования будут рассматриваться партии коммунистов как дерзкий вызов верховенству права и демократии, который, убеждаю, вас не останется без ответа. Я как говорил, этот документ находится в нашем распоряжении. Мы ожидаем, чтобы авторы его, а также те, кто его запросили, опубликовали его. Вот он. Вот он. 13-страничный документ. 13-страничный документ. Из которых фракции ЛДПМ было передано 9 страниц. Остальные 4 остались за семью замками. К счастью, одна-пара ключей от семью замков есть у нас. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить и предоставить еще какую-то кулибаясность по поводу этого документа. Спасибо за внимание. Но как может быть demonstрата авторитичность этих документов? До чего вы сказали? Если вы получите и не? Конечно, вы получите. Если вы получите в том числе в том числе , что вы получите ответы на группу в группу в Парламенту Республики Молдова, серия ИБ номер 184 27 февруария 2014. В ассигур в автентичность этого документа который я вам на диспозиции. Вае сигур, что о чем больше иллигаловатых вещества в рамках политических военной власти, которые сегодня обязаны за покупать ващества ващества. Ваще ващества только фельдер этот вебесбол ли се вивни политических властью 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 в момент в который спалят миллионы в том, что в кроутерии а аксессории в uniformе полицейского. Но мы Мы предлагаем ответы на те, которые которые не были внушить. Я думаю, что они должны, что они должны быть еще и дождем чтобы представить опинии публики. Не знаю, что они не были внушить сегодня. Этому ответу не было внушить в зиму, в зиму, в Винерии. в ажуре Пашт. И он на диспозиции. И мы можем сказать, что мы все-таки все-таки обладаем. Дом Петре, у вас есть вопрос о том, что вы говорите, что кто-то из шефа и из-за того, что они обращают, что вы можете объяснить? Продолжение следует... Și anume la această firmă s-au referit revizorii atunci când au spus că prin intermediul acesteia se legalizează mărfuri introduse prin contrabandă și cu utilizarea firmelor de tip fantom. Ca să spun că îmi pare rău, este puțin spus pentru șefii de la poliție. Eu cred că pentru astfel de acțiuni admise în exercițiul funcțiunii, persoanele responsabile trebuie să facă ani grei de pușcărie. S-a auzit ceva despre, nu știu, acte de corupție cu sute de dolari, sute de euro. Aici e vorba de milioane. Aici e vorba de milioane. Asta doar la procurarea mașinilor. Dar dacă mai luăm încă și ce s-a întâmplat la construcția sau reconstrucția sediului nou al IGP-ului care se află pe strada Teraspol, încolo în genere, nici n-ai unde să mai puiști tampilă. Este chiar uimitor ce se întâmplă astăzi la Ministerul de Interne, structura care trebuie să stea în apărarea legii. Și consider că astfel de documente sunt doar primele documente care au apărut și vor apărea încă și altele. Cred eu foarte, foarte curând. La ce vă referiți? La documente care mai confirmă acte de corupție comise în structura Ministerului de Interne. V-am mai spus că acest act de revizie s-a bazat doar la examinarea celor 85 de dosare din peste 300. Deci vă dați seama că mai avem încă aproape 200 de dosare. Sunt mai mult ca sigur. Domnul Petro, spuneți-ne, vă rog, o sumă totală la cât se ridică, hai să zic, evasiunea. Păi da, am spus-o. Ați spus mai multe milioane, dar, adică, cel puțin câteva milioane, acolo, câteva, dacă aveți o sumă exactă, ca să ne ziceți pe ea totală. Dar v-am spus-o chiar la început. Este vorba de, haideți ca să nu greșesc, da? Este vorba de 14.670.800 lei. Care au fost admise, care sunt reflectate în acest act de revizie. Revizia a fost făcută la Poliția de Frontieră? Revizia a fost făcută la Ministerul de Interne și structurile acestea care sunt Inspectoratul General de Poliție și Departamentul Poliției de Frontieră. Perioada 2012, primul trimestru? Perioada 2012, primul trimestru, 2014. Care este gradul de primul trimestru? Păi să ne ziceți la numărul de trimestru? Eu, sincer, să spun în curc, de fiecare dată, gradele astea de Drodinie e cu mătrul sau cum nat. Șeful firmei care așteptat? Șeful firmei respective, care am spus eu, CNG Carp și domnul Bodrug. Dar care e legalitatea? Firma cu ce se ocupă de fapt că ar fi ceva nu ok, că e aducea de servicii respectiv, IGP-uri? Cel mai interesant că firma nu este una care se ocupă chiar de acel gen de mărfuri de care avea nevoie IGP-ul. A fost găsit un simplu intermediar, un fel de servicii auto, care a oferit fel de echipament, dacă de pildă, echipamentul din stofă. A fost procurat la unele companii care nici măcar nu au nimic cu acest producător. Iată, uitați-vă ce scrie aici, chiar pot să vă citesc. CNG Carp, nefiind producătoră de articole din textile, a procurat echipamentul de la furnizorii Ardepa Group și Ardgricon SRL. Prin niște firme fantomă. Suma totală a veniturilor obținute de la livrarea echipamentului către MAI a constituit 227.835 lei. Poftim. Același CNG Carp a mai încheiat contract cu Departamentul Trupelor de Carabinieri. Și iarăși, prin alte structuri, fantome la fel. Se ocupa și de reparația unor mașini. Deci e ceva de nimai pomenit. Și tot asta se face sub acoperișul, nu știu, sau sub parabanul reformei făcute la cerința structurilor internaționale, europene și așa mai departe. Nu știu dacă structurile europene și nu cred că structurile europene au cerut vreodată astfel de reforme. Chiar nu cred. Ba mai mult vreau să spun. Că atunci când asistenta secretarilor de stat al Statilor Unite, doamna Nuland, a vorbit foarte direct despre corupția în țările Europei de Est, dânsă a spus foarte corect că gradul de corupție în aceste țări, printre care sunt urmări și Moldova, este unul care amenință suveranitatea acestor țări. Sunt perfect de acord cu respectiva doamnă. Și vreau ca cetățean responsabil al acestei țări să văd și acțiuni responsabile ale acelor care finanțează astfel de fără de legi. Nu cred că cineva din contribuabile din Statele Unite sau din Uniunea Europeană ar accepta furtul măcar a 10.000 de euro sau 10.000 de dolari în cadrul unor proiecte de asistență. Nu cred. Dar dacă cineva vrea să ne confirme acest lucru, să-l vedem. Avem niște dovezi foarte clare de spălări de bani în încinta penitenciarului de Petighina VI, pare mi se, da? Comisariatul General de Poliție. Când în 2012 a fost dată în situatare cu mare pompă în prezența domnului Șubel și a domnului Filat, acel penitenciar, în cadrul programului european, care a costat 235.000 euro, am fost personal și am văzut ce se întâmplă astăzi acolo. Personal am fost. Nu cred că cei de la misiunea Uniunii Europene care se află la vreo 500 de metri de la acel comisariat, lor le este greu să vină încolo și să vadă care este soarta banilor europene. Nu cred, nu vreau să cred. Și vreau să cred că totuși vor fi luate măsuri concrete în prevința acestor funcționari care admit delapidări de fonduri. Sunt mai mult ca sigur că declarația ministrului de externe al Republicii Federale Germania de ieri. Este în legătură directă cu acțiuni corupte și acțiuni de delapidări de fonduri de milioane care au fost admise de cinovnicii din Moldova. Sunt mai mult ca sigur. Și ăștia care flutură astăzi cu drapele europene trebuie să ne spună foarte clar. Ei au citit proiectul acordului de asociere între Moldova și Uniunea Europeană la pozițiile politice de luptă cu corupția, de promovare reformei în justiție, de luptă cu spălări de bani. Tare vreau să știu dacă au citit. Tare vreau să știu. Și o să vedem care va fi reacția dânsilor după ce o să le citească. Dar nu doar o să spună că noi am parafat sau noi am semnat. Să le citească din tâi. Pentru că sunt foarte importante. Mai ales în ceea ce fac dânsii. Și respectiva revizie deja nu va mai putea fi ascunsă. Mai devreme sau mai târziu cineva o să trebuiască să poartă răspunderea în fața legii. În instanță de judecată. Cred că e destul să avem urmăriri ale unor pedagogi pentru 300 de dolari sau unor polițiști pentru 200 de dolari mită. Nu spun că se poate de lua. Nu se poate nici asta. Dar nu se poate ca conducerea Ministerului de Interne să fure milioane astfel ca să mai îmblă și în epolețe. Unii din ei doresc să aibă epolețe general de gravă. La învedere pe domnul Ceban. După care este un o urmă o să ajungă pe vreo zeci de ani grei de pușcărie. Asta este. Dacă mai aveți întrebări... Domn Petco, v-am vrut să întreb o întrebare nu legată de la pedagogi de funduri. Asta le-a fost publicat un sondaj vis-a-vis de partidile policie care ar intra în Parlament. Eu o să vă întreb cât de justificată este căderea pe cerimeului respectivul sondaj. Și dacă este până la urmă justificată sau nu? În primul rând cred că ar trebui să vă intereseze de ce în acest barometru este cu totul alt contractant. Și aici cred că o să fie și mai multe răspunsuri. Dar răspunsul meu va fi unul foarte scurt. Eu pot să cred pot să admit că Partidul Comuniștilor ar avea 39% din sufragii. Pot să admit dar să admit că Partidul Comuniștilor are mai puține mai puține procente decât celelalte partide de la guvernare nu admit niciodată în condițiile zilei de astăzi. Asta este. Oricum ceva multe răbătate? Da, era 24% și ceva în scădere cu 10%. Poftim? Nu astea este sensul. Nu sunteți printre ultime. N-am zis din ultime. Eu n-am spus că suntem ultime. Eu am văzut că dânșii au spus că noi avem 39% din cei care au o opțiune și restul după sumare ar avea 49%. Nu cred niciodată. Aș crede că noi avem și 19%. Dar numai că niciodată n-am să cred că partidele de la guvernare de astăzi ar avea mai mult decât are Partidul Comuniștilor. Asta este. Dar eu vreau să mă spui încă ceva. Acei comanditari a acestui sondaj cred că ar dori foarte mult ca noi să nu ne ținem de cuvânt față de Institutul Național Democratic al Statilor Unite care ne-a prezentat sondajul dânșilor care au fost făcut sondajul Gallup nu Gallup Lake dar a fost o rugăminte insistentă ca să nu-l dăm publicității. Noi ne-am ținut de cuvânt. Nu l-am dat publicității. Dar dacă o să-l dăm publicității a celor care au prezentat astăzi sondajul dânșilor o să le fie foarte și foarte rușinos. Să nu se mai uite în ochii dumneavoastră. Foarte și foarte rușinos. Așa că să rămână la nu știu la discriția dânșilor ce fac ei mai departe în domeniul respectiv. Încă o dată subliniez. Niciodată astăzi n-am să cred că Partidul Comuniștilor are mai puține procente în sondajă decât celelalte partide de la guvernare luate la o la altă. Nu este adevărat ceea ce au spus din și astăzi. La începutul ședinței a spus că domnul a fost chemat de urgență la o instituție. Puteți ne știu despre ce? Nu, la o instituție a fost chemat de urgență la o întâlnire cu niște persoane care au aflat despre tema conferinței noastre de astăzi și de ce au solicitat de urgență să se întunească. Și cred că o să apară de grabă și încă ceva. Să vă mulțumesc